здравствуйте ребята здравствуйте господа это видео будет ни о чем но вначале я бы хотел обсудить с вами конкретную тему причем пишите тоже комментарии что вы об этом думаете как вы знаете я не слежу за новостями в россии чтобы прям вот каждый раз читать что-то я не слежу за новостями в в области иммиграции в америку потому что ну вы сами понимаете я этим не занимаюсь я подобных услуг не продаю так мне это и не нужно я никого в аэропортов не встречаю никакие кнопки не нажимаю поэтому мне как-то пофигу абсолютно да что там лотерея это green card не лотерея виза не визы но вчера мне прислал один постоянный зритель несколько ссылок на в принципе одну и ту же новость и я бы хотел ее с вами обсудить но почему бы и нет я надеюсь на бурное обсуждение в комментариях почему бы нет но естественно новость новость о том что в россии в ответ на на то что не дали визы там каким-то из их клоунов чтобы вон выступать здесь в нью-йорке в россии теперь в ответку значит хотят закрыть доступ к сайту где подают анкету на лотерею эту green card которые вот уже видимо вот скоро начинается либо скоро начинается либо там через несколько дней через неделю открываются как в общем да и каждый год как и каждый год вопли о том что эту лотерею закроют и каждый год кричат что это лотерея последние но сегодня тема не об этом а сегодня тема о том что смотрите как интересно получается запретили всему этому там представителям кремля ну не то что запретили не выдали визы да ну понятно я я понимаю что это ну скорее всего это было сделано специально не выдали визы да это я понимаю не потому что там посольство там по каким-то причинам не дало ну понятное дело что была установка отсюда посольство там которые в россии но они в ответ значит на это хотят лишить опять же своих же граждан которые хотят свалить из из своей любимой ненаглядной родины они хотят этой возможности лишить там возможности небольшая сколько там выигрывает полтора процента или скоб процент 1 но все равно то есть вот смотрите вроде когда нагадили им они делают ответку опять нагадив своим же собственным гражданам жителям своей же страны это уже не впервые по моему делается насколько я понимаю то есть когда объявили санкции там против опять же российских чиновников и олигархов они сделали так сказать симметричный ответ запретив там импорт какой-то продукции то есть лишив людей нормального сыра там нормальной колбасы да и конечно же мне вот эти вот придурки которые уже отписались от меня от эти патриоты пишут я никогда не ел никакой там итальянский пармезан наш российский сыр самый нормальный мне он не нужен но вы знаете у меня среди моих знакомых которые живут в россии есть такие люди которые говорят на все на все на все вот эти идиотские законы которые придумывают в россии они всегда соглашаются все давно пора давно пора представляете но такие вот люди у нас это что у нас но вообще среди наш среди нас есть то есть вот любой идиотский закон реакция давно пора нормально вообще да и самое интересное они же не могут посольству американскому запретить проводить типа визу там с российскими гражданами так они будут гадить из-под тишка да они будут блокировать веб-сайт которую на котором наш подают анкеты нормально да вообще что вы думаете по этому колоду господа еще также я прочитал что они будут не знаю каким образом но будут начать мешать работе агентств которые посреднических агентств которые помогают заполнение этих анкет и вы знаете вот здесь я соглашусь вот это вот это они хотят нагадить америке но на самом деле они делают доброе дело америке вы знаете почему а потому что потому что нормальные люди не идут в эти агентства которые за по которую вам помогают заполнить значит на лотерею правильно там чего-то поэтому на самом деле они хотят хотя нагадить америке они наоборот делают нам доброе дело что сюда не будут приезжать по лотереи всякие дуболомы всякие ну реально тупые люди которые даже не в состоянии оформить сами эту несчастную заявку на лотерею сколько там оформлять я когда-то несколько лет назад там для друзей заполнял здесь но кстати да тоже для друзей заполнял в принципе но те для кого заполнял они не выиграли так что в принципе да то есть если сейчас вернуться к тому что я говорил две-три минуты назад хорошо наверно что те для кого заполнял не выиграли зато выиграли те кто заполнялись сами кстати и это очень хорошо это очень радует вот такие вот такие вот мысли на это вот все дело а кстати то же самое касается и блокирование веб-сайта на котором люди заполняют вот эту всю анкету опять же то есть все вот эти вот ламеры которые даже ничего не понимают там в компьютерной технике они естественно не смогут ничего заполнить зато люди которые соображают они поставят там тор браузер как минимум до поставят через какой-то vpn все равно найдут возможность взять и заполнить эту анкету опять же нагадить америке нет нет они не гадят америке они делают доброе дело уже устраивая дополнительный фильтр на тупых которые даже не смогут заполнить эти анкеты спасибо спасибо путину за это ребята что вы устроили что вы что они установят дополнительный фильтр на тупость что умные люди все равно залезут найдут как через vpn или хотя бы тор браузер поставить но на это же нужны мозги и как я вообще вижу вот в жизни как я вижу людей вокруг себя в том числе и здесь в америке то есть очень много тех которые ну вообще не шарят ни в чем хотя это мне насколько вот с моей точки зрения это такие вещи которые вообще в двадцать первом веке сегодня когда все на компьютерах они должны быть просто элемента эти знания уже элементарными должны быть но вот вы знаете моих детей школе уже даже с первого класса и даже с нулевого класса уже компьютером обучают во всяком случае как пользоваться но понятно что это все только с точки зрения пользователя идет но все же хотя бы то есть уже самых малых лет уже обучают как пользоваться компьютером и я знаю что мои дети в общем-то далеко пойдут я научу вы знаете у нас на работе пару недель за крат назад закрыли доступ к ютубу и к фейсбуку ну что я могу вам сказать я смеюсь им в лицо я думал придется там этот туннель устраивать vpn делать через домашний там роутер сидеть что-то такое выкручиваться как я когда-то на одной из предыдущих работ тоже себе сделал чтобы у меня был доступ ко всему оказалось все гораздо проще установил тор браузер и все прекрасно работает даже не нужно мне задействовать домашние ресурсы там хотя это в принципе ничего не стоит не нужно ничего лишнего делать в общем-то тор браузер прекрасно работает заходит куда угодно правда мне показывает что я как бы нахожусь каждый день по-разному то швейцарии то в германии до во франции то на испанском по моему мне google как-то писал в общем весело это наблюдать на главное все работает ну то есть ты все равно переключаешь на английский и по-моему я каким-то образом она уже как-то у меня там по умолчанию все равно английский установлен то есть вообще без проблем так что очень даже хорошо вы знаете telegram в россии уже заблокировали и чё люди как пользовались так и пользуются им ну и соответственно кто реально кто реально соображает и кому это нужно заполнить на лотерею они заполнят ну что же отфильтровали то есть увеличили шансы для умных людей выиграть эту лотерею я же говорю там из так там и так шансы-то кот наплакал ну а тут они хотя бы хоть чуть-чуть увеличили эти шансы так что я считаю что это все совсем неплохо пусть они блокируют это все и хрен с ними очень хорошо что это сделали вот такая вот тема скажите мне вы согласны со мной или нет только если вы со мной не согласны пишите пожалуйста аргументированно без матов без оскорблений просто аргументированное мнение а не такое что мол ты его там русофоб там ну я русский русов вы знаете мне иногда пишут мне русскому человеку пишут что я русофоб ну естественно почему потому что я что-то где-то высказался там против российского правительства ну то есть это вот больные люди которые отождествляют себя со своим правительством сложно это все конечно я понимаю что я бомбящую тему поднял возможно будут естественно как всегда будут какие-то там отписки не всегда тихие кто-то обязательно напишет целую там тираду целый параграф отпишет почему он отписался там не знаю пять лет вот смотрел и вот он отписался мне такие бывают пишут там что-нибудь ну естественно когда я что-нибудь кого-нибудь там поддену зашить за что нибудь знаете вот когда-то давно уже год назад наверно чуть меньше года назад я где-то высказал мнение что все кто значит все кто доказывает как невыгодно покупать новую машину на самом деле просто не могут купить новую машину и вот от этого у одного там реально бомбануло мне такую такой целую простыню мне написал мол почему он от меня отписывается после по моему четырех или пяти лет как он был типа на меня подписан но ребят не любят не любят люди конечно слышать какую-то правду особенно если это касается вот конкретно их самих что делать ничего не поделаешь что есть то есть так а я думаю как мне поехать так я подозреваю что а нет 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 все я я кажется понял как я поеду да сейчас я поверну там на федоксе между федоксом и и классным рестораном который называется хосе техас кстати если кто из вас обитает недалеко отсюда всем рекомендую посетить этот ресторан если вы любите мексиканскую еду и если вам как мне нравится не платить за нее много ну а кому не нравится а кому нравится платить много да неважно сколько вы зарабатываете то есть все равно очень классно когда качество и цена они как-то в комбинации друг друга дополняют так что всем рекомендую этот ресторан на самом деле конечно же это видео про спонсировано этим рестораном хосе техас но как же иначе да они мне заплатили 5 копеек так что друзья мои просто просто мне реально нравится значит этот ресторан но минус его в том что он очень многим нравится он очень популярный именно из-за цены и качества и и поэтому если вы придете сюда в пятницу субботу вечером да и даже воскресенье вы будете ждать иногда от 40 минут до полутора часов в очереди и вот это конечно не очень радует вот он этот вот текст мекс фут кто наверно попала в кадр вы видели это конечно немножко напрягает поэтому если мы сюда идем то мы идем где-то часам в десяти вечера уже тогда уже как-то уже очередь так спадает часов в десять вечера ну или надо идти вот в обед здесь в основном в обед здесь очереди нет особенно если в будний день просто там с работы мы иногда вот с коллегами сюда заезжаем на ланч то есть на обед я извиняюсь ланч это не русское слово на обед заезжаем сюда и вот тогда очереди нет а вечером вечером к сожалению из-за большой популярности невозможно они вам дают этот передатчик который у них там на вай файле на чем он их там работает в общем на радио и вы гуляете с ним по парковке и там сидите на скамейке не знаю делаете что хотите но пока этот будильник у вас в руках не зазвонит и не завибрируют но вам придется ждать хорошо мотор ручит мне нравится три целых два десят три целых две десятых литра 6 а как круто баба за рулем ребята отвечаю я посмотрел вам то не видно короче три целых две десятых литра 6 горшков 275 или 276 лошадиных сил не помню ну короче где-то около того в общем нормально валит мотор для такой машины в принципе у меня вообще жалоб нет звук мотора такой классный на самом деле нормально так поверну-ка я здесь направо вы конечно все узнаете эти места это же вудбридж которым мы прожили пять лет просто мы здесь все таки жили и этот город настолько недалеко в общем то мы переехали что у нас с ним все равно с этим городом остались там некоторые связи в плане таких как вот например докторов я не менял для себя я сейчас еду еду к дантисту на обычную вот эту проверку и чистку каждые полгода ну и что я буду искать я буду искать кого-то какого-то другого когда я во первых я работаю здесь рядом а вот она едет это во-вторых мы все живем здесь рядом поэтому какой смысл искать новых врачей опять же я ко всему привык меня все устраивает так что вот сюда я с вами и поехал здесь что-то новое строится и возможно даже это школа кстати новое строится интересно за тебя здесь очень много строительство кстати вам сказать ну что же вот мы с вами и приехали как всегда место с краю меня очень радует люблю такие места вы знаете не люблю царапины на машинах даже если то не своих а между прочим если я езжу на машине там друзей бывает время от времени то я наверное еще лучше обращаюсь не то что даже как со своей ну да как со своей не знаю лучше некуда потому что у меня вообще не только машина вообще любые вещи у меня не ломаются царапаются не откалываются никакие куски ничего ну что ж до свидания друзья мои всего вам хорошего пока